Представители знака Зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад, август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, как карты видят энергию этого месяца. Нужно сказать, что в целом август и вообще вторая половина года, для вас где-то и дальше благоприятное время. Я допускаю, конечно, что какие-то задачи, какие-то темы быстро не решаются, мои дорогие Близнецы, но в целом энергетика, когда пора выруливать на обгон, с чем-то определяться, делать важный выбор, когда меньше сомнений, а четкость, понимание, чего я хочу, каким образом этого достичь. Вот давайте посмотрим. Кому, кстати, интересно, я приглашаю на свой сайт, и у меня есть ссылка во вкладке «Сообщество» на гороскоп на моем сайте до конца года. Также оставлю ссылку в описании под видео. Вы можете прочитать и сверить свои планы с расписанием звезд энергетически. Ну и на август месяц, чуть позже, я тоже добавлю гороскоп на своем сайте. Следите за публикациями в сообществе. Итак, давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Будем, конечно, реалистами любой прогноз, и это лишь прогноз. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то для себя подсказки вы, тем не менее, получите. И первая карта – что придет, что нового, какие энергии меняются, может быть, а что уйдет. Имеется в виду не обязательно, что кто-то уходит или что-то уходит, хотя я и так допускаю, но это могут быть какие-то дела или сфера жизни. Пусть нам карта расскажет, где вы что-то можете подвести под знаменатель, может быть, что-то завершить. А что будет продолжаться на последующий период? Чем не соблазняться? Такой вопрос зададим. На что соглашаться? И чего опасаться? На период августа. Три главных события мы достанем три карты, метафорические карты, колода, 78 дверей. Больше показывают о событиях. Итак, что же для вас три карты? Три события, третье событие. Давайте будем смотреть. Итак, что придет? Ух ты, вдохновение. Это рыцарь воды. Хорошее настроение, мои дорогие. Единственный момент есть такой, когда мы можем чересчур что-то драматизировать. Вообще благоприятный период. Вот что приходит? Радость приходит, какая-то возвышенность, вдохновение для творческих людей поможет создать какие-то удивительные проекты. Может быть, шедевр какой-то, почему нет? Но вот мы говорим, сомнения, они уходят, постепенно оставляют. Но все равно есть такой момент по этой карте, когда, ну, вот какой-то как, знаете, если драматизм, мы говорим, конкретно прописано в этой колоде, когда начнем что-то обдумывать и так вот глубоко соскользнем в этот омут мыслей, начнем что-то вспоминать. Вот этого как будто сейчас не нужно. Наоборот, эмпатия, радость жизни, впустив буквально в свою судьбу у кого-то вопросы личной жизни, когда вы чувствуете себя счастливыми, мои дорогие близнецы. Что-то для вас действительно меняется. Вы видите, что да, я хозяин собственной судьбы, я теперь могу что-то изменить. Ну, наверное, так устроен человек, что все равно какая-то тень, сомнения нет, нет, да посещает. Поэтому что приходит? Радость в вашу жизнь приходит. И повторюсь, не драматизируйте то, что, может быть, быстро не решается. Так ведь тоже бывает. Или, может быть, из прошлого вы бы что-то, и есть как сожаление, что-то не получилось. Ну и ладно, оставим это в прошлом, идем дальше, значит, будет что-то еще лучшее. Что уйдет? Восьмерка воды. Это, правда, какой-то выбор вы сделаете в чем-то, поставите точку. Ангел выходит вам навстречу, буквально в этой колоде. Какое-то очень важное решение, которое приводит вас к уверенности, состоянию уверенности и к тому, что у вас получится какой-то план. Вы можете, конечно, заниматься вопросами по части поездки, переезда, продумывать. И тогда, опять же, вы определяете с чем-то. Может быть, вы собирались путешествовать в одно место. Здесь могут быть такие нюансы, что, ну, несколько вы скорректируете. Может быть, другой отель. Если мы говорим про отдых, все же август, это у нас месяц отдыха. Или вы можете задумываться о переезде в другой, в другую местность, если это актуально. По этой карте мы не оборачиваемся назад, потому что уже мы понимаем, что то, что мы пережили, в принципе, не может служить прогрессу. И, ну, выбор как таковой вам придется делать. Но когда вы его сделаете, вам решительность, по сути дела, проходит по этой карте, когда у нас хватает сил уже к прошлому спиной повернуться. Вот такой выбор, чтобы было меньше каких-то сомнений. Вы захотите очистить собственное пространство от вот какой-то ненужной, как мысленной привязанности к тому, что не может быть продолжено. Или к тому, что вас не вдохновляет, мои дорогие. Что же будет у вас продолжаться на следующий период? И посмотрите, два ангела. Вот в этой колоде не в каждой карте изображены ангелы. Вот, к примеру, у вас выпал рыцарь воды. Все хорошо, все зависит от вас. А здесь вот есть какое-то сожаление, значит, какой-то вопрос. Вы еще пока выбор делаете, но решить что-то окончательно, пока еще не в августе. Есть какое-то, правда, сожаление. Есть какая-то у кого-то и потеря. Это всегда карта прошлого. То, что мы не можем уже изменить. И, может быть, это прошлое, которое приходит нам в памяти, в воспоминаниях. Оно произошло. И это как события. Они уже тоже случились. Изменить что-то невозможно. Но нам о чем говорит карта? Ты себя не мучай. И по этой карте, конкретно в этой колоде, идет выздоровление. Значит, что будет продолжаться? Выздоровление, мои дорогие близнецы, от какой-то тягостной ситуации, от психологических проблем, от какой-то потери, утраты, от горестных разочарований, от сожалений где-то, может быть, и по отношениям у кого-то, и планы какие-то, которые были на работу. Вот все то, что делается по выбору и оставляется как в прошлом, оно будет у вас наиболее продуманно, потому что вы посмотрите это с другого ракурса. Да, может быть, что-то меня и не устраивало. Или есть то, что мне не хочется оставлять. Но так или иначе, есть конкретика какая-то, которую вы не можете продолжить. И поэтому вот два ангела успокаивают выздоровление, когда мы, ну, как-то более оптимистично уже смотрим в будущее. Вот это будет продолжаться. Может быть, этот период не такой короткий, мои дорогие, правда, когда у нас не получился какой-то проект, когда мы не могли быть с каким-то человеком вместе. Или мы себе банально запланировали дела, а они становятся на паузу, потому что внешние обстоятельства нам не позволяют это сделать быстро или осуществить прямо вот теперь. Может быть, вы, мои дорогие, часть каких-то дел уже запланировали на август. Но вот есть какая-то данность в этот период времени, когда вот именно извне приходят новости, события, и что-то вы не можете быстро осуществить. Да, вы определились. Я точно знаю, что я вот этого хочу добиться. Но еще пока не все точки над «и» вы можете расставить. Еще не время к какому-то последнему аккорду. Может быть, проводить прошлое тоже не так эмоционально легко, если мы говорим о сожалениях. Но все равно продолжается ваше выздоровление. Чем не соблазняться, мои дорогие? Ну, тут и не соблазнишься. Пятерка воды, не жалейте себя. Не пребывайте в состоянии каких-то минусовых эмоций. Не добавляйте себе сами каких-то сомнений, воспоминаниями о прошлом. Допустим, в прошлом у кого-то даже может касаться отношений. Все же это у нас кубки. Один партнер был такой, и в нем были какие-то положительные стороны, но, может быть, были отрицательные. Что-то вас радовало, а что-то вас разочаровало. Не переносите, к примеру, если у вас сейчас выбор стоит в личной жизни. Не переносите какую-то прежнюю историю со знаком плюс или минусовую историю, когда были разочарования на ваши новые отношения. Вот это об этом тоже где-то говорит карта. Может быть, и были, опять же, в чем-то проигрыши, но, опять же, не нужно об этом вспоминать. Не соблазняйтесь тем, что нам хочется где-то раскиснуть. Или сесть и в каком-то, как забытии, пребывать. Может быть, и будут такие энергии. Временами, значит, может где-то накрыть. И нам говорит карта о том, что гонит себя прочь. Все те мысли, которые заставляют тебя чувствовать как-то неловко. Или когда тот период, где ты не был счастлив, его сейчас не нужно вспоминать. Сейчас мы идем вперед. Поэтому это и, кстати, карта апатии в первую очередь. Когда мы сожалеем по какой-то, кстати, мелочи. Не имеют это значения. Почему? Карта нам показывает. Подумаешь, три кубка разлились. И девушка, обратите внимание, руками закрыла глаза. Она не видит какую-то реальность. Вот вам, мои дорогие близнецы, не должна какая-то прежняя история или то, что случилось, буквально затмевать свет. И сами себе не создавайте вот этого состояния, когда опускаются руки. Это как будто может быть. Посмотрите, нам уже не первая карта об этом говорит. Когда, ну, может быть, с точностью, так как вы предполагали, и не идут, не разворачиваются события. Или вот этот драматизм, который порыет царю кубков. Вы как-то предполагали, если мы говорим даже отношения или в семье. Да и здесь может быть как отношения с партнером или вашими домочадцами, вашими детьми, вашими внуками. Может быть, и по работе вы думали, что больше будет восторга, больше будет праздника. Но есть какой-то нюанс, который вы понимаете, ну, нет. Вот в этом каком-то контексте узком тут не получится этот праздник. Есть что-то другое, более оптимистичное. Поэтому не создавайте в целом себе эмоции, которые вас заставляют чувствовать себя. Либо в чем-то проигравшем, или пусть этот проигрыш был в прошлом. Либо начинаете сомневаться в себе. Вот это вам точно не нужно. На что соглашаться? Соглашайтесь на все новое. Паш, земли. Он великий реалист. Посмотрите, довольный человек стоит. И, кстати, это карта новых перспектив, новых возможностей. Конкретно оформить документы, получить нужные бумаги. Есть какой-то реализм. Продвижение по этой карте идет. Кто-то из вас будет обучаться, может быть, новому. Какую-то идею, если вас что-то вообще вдохновляет, значит, это есть смысл продолжать. Конкретно вы можете получить какое-то предложение или очень важный документ, который даст вам возможности, ну, как своего рода открытый путь. Продолжить вашу деятельность, например, в каком-то новом качестве. Или изменить работу, изменить свою жизнь, изменить качество жизни, заработать денег. Все же это у нас земля или пентакли. Когда мы радуемся, эта карта радости в этой колоде, и когда нам высшие силы говорят, у тебя все готово, у тебя сейчас стабильный период жизни, тебе нужно просто продолжать. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но радость какая-то приходит. И вообще, если мы спросили, на что соглашаться, вот, если вам, как оказия, или действительно вам что-то предлагают, или вы сами наметили себе какой-то фарватер вашего продвижения, и вы чувствуете, вот мне, вот в этом направлении, хорошо. Это значит, ваша интуиция, ваша душа вам дает правильные подсказки. Ваше направление в сторону того, где вам будет хорошо. И не сомневайтесь ни разу. Чего опасаться? Но есть то, что нужно отпустить. Тринадцатый аркан, карта трансформации, карта окончания. И верховое здравление у нас карта выпадает, которая как раз, вот, видимо, постепенно. Но чем быстрее ты отпустишь какую-то прежнюю ситуацию, тем быстрее ты будешь свободен. Это карта свободы, освобождения конкретно. И возрождение одновременно. Обратите внимание, ангел держит птицу феникс. Вам возродится, как птица феникс, мои дорогие. Близнецы. Но есть и, может быть, тот момент, чего опасаться, когда ведь нет какого-то подвоха в этой карте. Но я бы так посмотрела, что если есть смысл что-то отпустить, как разочаровывающее воспоминание или какое-то сожаление, вот тогда чем быстрее вы отпустите, тем меньше будет у вас какой-то несвязанности или какой-то турбулентности в жизни. Вам действительно приходится делать этот выбор, и ангел выходит вам навстречу. Может быть, вот, кстати, все эти шесть карт нам обрисовывают какую-то ситуацию, которая вы думали, что как-то дело, вопрос, отношения или по работе, оно будет развиваться в каком-то одном ключе. А добавились нюансы или обстановка такова, что, да, развивается, но не совсем как по вашей программе. И все равно тогда какое-то выздоровление, потому что мы понимаем, что есть вопросы или есть обстоятельства в нашей жизни, которые мы не в силах изменить. Именно какой-то событийный ряд. И поэтому оставь все то, что не может служить твоему прогрессу. Твоя задача, как птица Феникс, возродиться. Вот такой позволь, как будто себе даже возродиться. Мне будет опасно, если мы говорим, когда мы пытаемся что-то удержать или мы пытаемся привлечь что-то из прошлого. Проведите как ревизию собственных мыслей для того, чтобы то, что следует действительно отпустить, вы не начали сохранять. Думая, что откроется второе дыхание. Нет, все-таки карта нам так и говорит Лошара Андары. Отпускай. Давайте мы узнаем, каковы же три события. Но что-то вам придется подождать, что-то не решится быстро. Личная история, когда вы можете, кстати, вот с учетом всех этих карт, или раньше могли, несколько идеализировать партнера. Может быть, вы что-то узнаете или какая-то черта вам в нем не нравится. Так вот не надо что-то идеализировать, чтобы потом не сожалеть. Все же королева кубков нам говорит об ожидании или о каких-то иллюзиях именно в этой колоде. Буквально нам, как образ какой-то. Значит, есть какие-то планы у вас, но пока по конкретному, как минимум одному плану, не для вас точной конвы, как тезис плана, как я буду действовать. Или какой-то период ожидания у вас затянулся, вы с чем-то не можете определиться. Давайте я немного поясню, что же это за ожидания и чем дело кончится. Все от ваших действий зависит. Девятка жезлов. Вот надо сказать, что в этой колоде самое главное – это двери. И замок или ключи, как открыть эту дверь. У нас показан человек, который несет только эти двери, чтобы поставить в дом и сделать свое жилище более уютным, более комфортным, более надежным. Цитадель, крепость какую-то свою построить для себя и своей семьи. Поэтому, чем дело кончится, вы будете, ну, может быть, у кого-то и по отношениям нахлынули, воспоминания из прежних каких-то связей ваших, или какая-то прежняя история, которая связана, может быть, и с данным партнером, которая, с одной стороны, вроде бы, есть то, что радует, но есть то, что вас и не устраивает. Это карты нам все равно говорят, и сейчас строить должен свою крепость, потому что для тебя сейчас важны надежные люди, надежный дом. Все то, что ты можешь где-то осязать, и то, что тебе придает уверенности. И в герметической колоде Таро девятка жезлов – карта великой мощи. И это карта великой силы. Но эту силу очень целенаправленно мы используем только на наше благополучие. Причем где-то это желание и одновременно, которое мы воплощаем в жизнь. Вот нужно этому человеку поставить двери, и он сам командует парадом. Вот вы будете командовать буквально парадом по части ваших личных отношений, решение вопросов по вашей недвижимости, или каких-то материальных вопросов, связанных с имуществом, может быть, купля-продажа недвижимости, или улучшением как раз вашего дома, или где вы проживаете, может быть, какой-то ремонт. Одним словом, мы укрепляем свои позиции по этой карте, чем дело кончится. Не совсем тут заканчивается этот период. Скорее будет продолжаться по улучшению, укреплению, чтобы сделать более комфортным свою жизнь. Чем сердце успокоится. Но есть и отношения, когда они доверительные. Те люди, которых мы знаем. И мы знаем, что от них сюрпризов не нужно ждать. Вот таким людям следует доверять. Все то, что нам сказала карта Девятка Жезлов, и обратите внимание, дверей нет в этой карте. И здесь как и душевная какая-то предрасположенность. Нам ведь показана семья. Причем и дети показаны. И, скажем так, если женщина более старшего возраста, как бабушка, а это явно ее дочь, и это ее внуки. Вы, мои дорогие близнецы, где-то ваша мудрость, но и люди, которых вы уже знаете, но они проверены. Или вы будете уделять внимание не тому, что, может быть, у вас и будет такой выбор стоять. Да, я хотел или хотела слишком, может быть, многого, но на данный период времени мне нужно укрепить именно свои позиции. И сейчас мне следует доверять. Или какие-то вопросы, может быть, внутри семейные или связанные с вашими родственниками. Мы говорим как события. Вам захочется именно свой уютный дом, уютный круг общения, как и сохранять, так и продолжать. И, ну, в сторону взаимопонимания развивать ваши отношения. Тут какие-то отношения именно с вашими домочадцами, с вашими любимыми людьми или где-то с вашими родственниками. Хотя я и допускаю по этой карте, что вы будете конкретно заниматься улучшением того места, где вы проживаете. Второе событие. Что это может быть? Правда, ожидания. Вот интересно, у кого-то личная жизнь. Может быть, кто-то из вас, как отношения, вы или куда-то собираетесь переехать, или поехать, или вы не вместе. Может быть, у кого-то период командировок. Король кубков и королева кубков. По кубковым картам как раз наши близкие проходят. И, правда, есть какое-то ожидание, есть какие-то мечты. С одной стороны, нужно по этой карте продумывать, как мы будем действовать. Мы не можем жить одними эмоциями. Какая-то конкретика, она должна у вас уже определиться. И это будет зависеть от вас. Да, отношения. Какие события? Какие-то события разные совершенно. У кого-то улучшение своих бытовых условий конкретно. У кого-то ваши планы с вашим любимым человеком. Или о том, как вы поедете куда-то вместе отдыхать. Может быть, и так всей семьей. Или о том, как вы встретитесь, если вы сейчас на расстоянии. Вот эти вопросы, как главное событие, выходят у вас в августе. Кто-то будет документы оформлять. Чем дело кончится? Вот это ожидание. Ну, вот конкретно переписка. Девушка, посмотрите, двери сама открывает. Так и вы двери сами открываете. Нет никаких преград. Но есть действительно какое-то ожидание. Как согласование по документам. И причем разного порядка. Или может быть ожидание, когда будет готов какой-то документ. Есть какой-то регламент. По семерке Пентакли нам всегда говорят. Есть, если мы про бумаги важные. Есть период, когда, допустим, тот или иной документ готовится. Нужно подождать пять дней, две недели. Вот и вы где-то будете, может быть, ожидать, пока согласуются, может быть, подпишется какая-то ваша бумага важная. Или что-то состыкуется. Или кто-то из вас, может, визу получит. Но вот есть период, когда мы ждем. И карта нам говорит о чем? Нет преград. И никто не мешает. У тебя все осуществится в свое время. Это уже более конкретная карта. Кто-то из вас может решать вопросы по части финансов и дополнительного дохода, чем дело кончится. Вы, скорее всего, будете видеть по финансам правильное направление. Как раз тут по финансам могут быть какие-то подвижки. Не резкие перемены. А как раз, знаете, пусть это какое-то медленно поступательное движение. Но, тем не менее, это уже прогресс. И для кого-то может в последующем очень хороший доход прийти. И чем сердце успокоится? Вот это ожидание. Ну, нечего добавить. Чтобы вы тут себе не запланировали, мои дорогие близнецы. Посмотрите, десятка кубков. Это карта благополучия. Это карта счастья. Почему в этой колоде мы говорим двери. Врата в храма распахнуты. Выходит пара. Да, у кого-то это буквально перевод отношений на новый уровень. Кто знает, может быть, и бракосочетание, или у кого-то помолвка, или решение каких-то иных вопросов. Но все равно, понимаете, встреча, как может быть с вашим любимым человеком, если вы были на расстоянии. Или вы вместе, если вы человек семейный, будете делать более комфортным ваше жилище. Вопросы семьи, вопросы отношений, вопросы пары. И в целом благополучие, если вы говорили про деньги, десятка кубков, это и есть благополучие в квадрате, если не в кубе, когда нет ничего невозможного, вас что-то радует. И даже если какой-то период ожиданий, может быть, и были какие-то сомнения. Вот почему нам карта говорит, не драматизируй. Избавляйся от каких-то ложных предчувствий, или самокопаний. Вот вам это совершенно не нужно. Вам что-то отпустить, идти вперед. У вас сейчас очень благополучный период жизни. Ну, человек так устроен, что хочешь, не хочешь. Иногда вот нет, какой-то червь сомнения к нам приходит. Поэтому он вам просто может где-то мешать, хотя реальных помех нет. Третье важное событие, ну, вообще, любовь, радость. У нас конкретно рождение ребенка, новые возможности. И посмотрите, вот эта купель, это не что иное. Ну, это как вот дверь, и когда открыто весь мир практически. Ваше желание, чтобы вы тут себе не запланировали, верьте в себя. Верьте в свою счастливую звезду, мои дорогие близнецы. И вы, вот действительно, задача, как птица, феникс. Возрождение, освобождение. И конкретно, как рождение, заново. И эта карта, безусловно, туз кубков наполненности. И результата, мои дорогие. В этой колоде это результат. Чем дело кончится. Поэтому гоните прочь все то, что вас заставляет чувствовать себя несчастным. А если вы кто-то один или одна, надо окончательно, буквально, закончить, завершить ваше одиночество. И вот как вам ангел выходит навстречу. От вас требуется не сидеть в каком-то замкнутом пространстве. Не вспоминать то, что было когда-то. А именно самим стать хозяином собственной судьбы. Вот окончательно отпустить какую-то прошлую историю. Итак, чем дело кончится? Туз кубков. А колесо фортуны вам что-то будет помогать? По колесу фортуны нам говорят, будь внимателен к каким-то событиям, которые приходят извне. И чем дело кончится? Все же по этой карте, как его величество, случай вам может помочь решить какой-то вопрос. И тогда карта нам говорит о чем? Не трать время даром. Потому что промедление не будет тебе помогать. Паузы, они могут быть в течение августа. Это само по себе. Но ты не путай ту паузу, которая из-за обстоятельств ты должен, как ожидать документ. Или когда ты сам себе какую-то паузу устроишь. Вот этому не время. Когда выпадает колесо фортуны, это значит, будет какой-то пункт в нашей жизни, когда открываются у нас возможности, и мы это не можем отложить на потом. Иначе потом, как будто эти врата закроются. Поэтому будьте внимательны, чем дело кончится. Ну, где-то и есть, как нам сказали, период, когда какая-то пауза, не ускоришь. Но есть, когда придется ускоряться. Разные энергии августа. Чем сердце успокоится? Правосудие. Вы знаете, вообще это карта баланса. И двери нам показаны такие массивные. Обратите внимание, двое пытаются спорить, видимо, с охранником, пытаясь войти. А карта нам говорит, по сути дела, какой-то скандал нам художник обрисовал. Так вот, эта дверь, когда есть какие-то ненужные споры, если есть какие-то сомнения, когда мы пытаемся кому-то что-то доказать, то вот эти двери, эти врата, они не откроются. Они откроются только тогда, когда в нашей душе будет собственный баланс. Когда, первое, мы будем честны сами с собой. Когда мы не будем нарушать где-то закон, об этом нам тоже говорят. Но все, посмотрите, какие карты у вас действительно, как судьба берет над вами шефства. И у вас получается оформить документ, получить вот это какое-то важное известие. У кого-то поменять работу. У кого-то из вас, может быть, и конкретно вопросы в суде. Значит, расставить точки, получить решение суда. Вот эта важная какая-то бумага, которая для вас уже открывает с пути, что-то завершается. И время уже приходит действовать. Но вам придется держать баланс. И отправляться в какие-то важные инстанции. Может быть, где-то корректировать собственные планы в зависимости от регламента, от каких-то установок, от правил. Не идти против системы, мои дорогие. И этим сердце успокаивается. Вы буквально можете оформить какой-то юридический документ, где-то проведя предварительную подготовку. Но в итоге что-то вы можете узаконить. И для кого-то это проиграется, как по части купли-продажи, может быть, недвижимости. А у кого-то это вопросы отношений. Перекладывайте на себя, помните, вот ваше направление. И как по карте 13-го аркана, трансформация, возрождение, освобождение. Есть то, что не имеет уже значения. Как птица феникс, буквально, к счастью, это ваша задача на август месяц. И неважно, в паре вы или вы один или одна. Это время прекрасных перемен. И как и в личной жизни, очень много все же карты, я так предполагаю, что именно акцент на вашей личной истории. Но для кого-то это может быть через вдохновение. Какая-то новая тема вашего творчества, когда вы можете создать шедевр. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует...